здравствуйте в эфире программа диалог есть такая профессия детство защищать и наверное не случайно что большинство сотрудников в этом подразделении женщины ведь эта работа требует терпения понимания участия к маленьким людям и в их числе инспектор по делам несовершеннолетних эльмира абышева здравствуйте расскажите пожалуйста как вы пришли в полицию сотрудник полиции для меня являлся всегда это стабильность правопорядок поэтому мой дедушка иржев болтабек он тоже был сотрудником полиции участник великой отечественной войны после окончания он пришел служить в органы и глядя на его красивую тогда форму милиции боевые ордена медали мне конечно переполняла гордость и я с детства поэтому уже стала мечтала стать полицейским ну после этого уже окончу школу поступила в университет законе окончила его и пришла работать в органы полиции а в каком подразделении вы хотели работать ком подразделение но я очень люблю детей поэтому в принципе даже не возникало вопроса где где мне служить поэтому я сразу выбрала подразделение по делам несовершеннолетних а кто вот там работает больше всего юристы психологи какое количество специалистов ну конечно сотрудник полиции должен иметь высшее юридическое образование в первую очередь но когда работаешь с детьми нас с подростками семьями уже по неволе становишься и педагогом и психологом поэтому так а что самое главное вы бы обозначили в своей профессии самое главное конечно это помогать людям защищать их права от противобранных постигательств чтобы обеспечивать порядок общественный еще помог когда вы помогаешь каждой семье да в трудной ситуации сложившейся конечно испытываешь огромное чувство удовлетворения проделанной работы что действительно ты работаешь не зря находишь для каждой семьи допустим выход и сложившейся ситуации каждая семья это каждый отдельно взятая история все это естественно пропускаешь через себя переживаешь всегда за каждую поэтому стараешься максимально сделать все что от тебя зависит скажите а в процессе своей работы вы получаете благодарность больше благодарности или больше негатива чего больше 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 конечно благодарности это в первую очередь негатива я если честно я не сталкивалась с негативом в основном все люди благодарят и очень приятно что вот есть такой сотрудник полиции да школьный инспектор который помогает действительно находят выход из ситуации помогает каждой семье максимально стараюсь помочь каждой семье и каждому ребенку бывают трудные как говорится подростки да которые запутались и не знают уже сами как найти выход вот даже дети сами ко мне приходят как можно с вами поделиться ну естественно все остается то что они рассказывают мне остается между нами стараюсь помогать им уже как доверяют если раньше в студентом полиции доверия было как-то меньше то сейчас уже школьный инспектор уже есть в каждой школе и само слово что дети уже воспринимают их должное как педагога как допустим психолога то же самое скажите а в процессе вашей работы бывали такие случаи что были очень очень был допустим очень очень трудный подросток вы своей помощью где-то психологической где-то педагогической возможно оказали такое влияние что ребенок изменился да таких случаев очень много хотя говорят что очень сложно если ребенок стал там противоправный путь его сложно изменить это неправда я считаю что каждому ребенку можно помочь все зависит конечно все исходит из семьи не бывает вот плохих детей такие ситуации возникают из-за проблем в семье когда папа с мамой допустим расходятся либо родители злоупотребляют спиртными напитками ведут аморальный образ жизни в основном дети потом после этого и становятся на такой трудный путь начинают сами бродяжничать также потреблять вредные вещества вот так а за что несовершеннолетний может попасть под вашу опеку у нас есть много конечно категории в первую очередь это когда родители не выполняют своих обязанностей по воспитанию обучению либо содержанию несовершеннолетнего ребенка злоупотребляющий спиртными напитками наркотическими веществами также допустим если ребенок уклоняется злостно уклоняется от получения среднего образования совершает административные правонарушения либо бродяжничает или сам совершает какие-то уголовные правонарушения то за это он может пасть можно так сказать стать на учет определенных совершеннолетних а на сегодняшний день что самое страшное среди подростков хулиганство наркотики алкоголь ну хочется сказать что сейчас криминогенная обстановка у нас в городе стабильная но все же бывает что и кражи конечно среди подростков и хулиганство распитие спиртных напитков появление в общественных местах в позднее время суток без сопровождения родителей либо в развлекательных заведениях без сопровождения у нас еженедельно мы проводим рейды в местах скопления совершеннолетних совместно с и спинологами и заинтересованными службами ну и привлекаем конечно родителей которые не хотят должным образом выполнять обязанности по воспитанию своих детей а что самое интересное в вашей работе в нашей работе все интересно и действительно у нас работа связанная очень ответственная поэтому никакой ошибки вообще быть не может и в основном работа стоит в том чтобы помогать совершеннолетним их семьям ну это и самое самое интересное и самое важное я считаю то что приходится с чем приходится сталкиваться по работе спектром по делам совершеннолетних а есть ли такие дети которые выросли на ваших глазах конечно я уже работаю в этом подразделении более 12 лет поэтому даже есть дети которые ну скажем были не стель на учете а просто были такими шелунами и которые сейчас вот уже допустим многие из них работают в органах внутренних дел многие педагогами работают ну то есть уже то поколение прошло которые уже закончили школу допустим университет и уже обзавели сами семьями своими то есть можно сказать что вот трудные подростки есть такой стереотип да вот если ведешь себя неправильно если ты такой трудный то ты в любом случае попадаешь в тюрьму например как вариант то есть твой конечный путь назначения это тюремное заключение нельзя ли так сказать что трудные подростки из них получаются очень даже хорошие люди в конечном итоге в конечном итоге да потому что я не могу сказать это единицы что действительно трудные подростки становились вставали на преступный путь да многие из них меняются в лучшую сторону просто видимо зависит от характера ребенка от методов воспитания а так я не могу сказать что нет такого что если ты плохо себя ведешь в школе допустим да или прогуливаешь уроки то это обязательно ты станешь преступником нет это не так а каким образом вы помогаете вы с ними беседы проводите что вы делаете для того чтобы ребенок осознал что о нем проявляется какая-то забота ну во первых каждому ребенку я отношусь как собственному всегда за них очень переживаю даже приходя домой об этом очень много думаешь как правильно сделать потому что дети если они поймут что они ошиблись сотрудники полиции они больше никогда не поверят поэтому я стараюсь не подводить их и в первую очередь конечно это интересы детей а потом уже все остальное а были ли такие случаи когда вот буквально наворачивались слезы да ну я сама по себе очень впечатлительный человек поэтому таких случаев очень множество большое множество в основном когда конечно вот бывают родители бросают своих детей в маленьком возрасте 2-3-4 месяца и уходят допустим просто бросают ну уходят ведут разгульный образ жизни так скажем был такой случай когда мама ушла и получается была зима и двое деток остались на 3 дня в холодном неотапливаемом доме просто чисто случайно их там обнаружили конечно когда он туда с сотрудниками полиции тоже зашли в этот дом естественно что у меня на глазах были слезы то есть спокойно спокойно не отреагируешь на такие вещи таких случаев очень много а курьезные случаи были на работе ну работа полицейская она вся в принципе сплошной курьез поэтому очень много случаев разных нестандартных приходя на работу не знаю что тебя будет ожидать сегодня я говорю что заступаем в рейды да и посещаем неблагополучные семьи поэтому разных случаев множество всех конечно не упомнишь бывает бывало что и родители в нетрезвом состоянии пытались как-то или оскорблять или применять какие-то насильственные действия да вот одна мама была она употребляла наркотики стояла на учете в бостонок на южном центре и перешлось забирать вот трехлетнего ребенка ну у меня было такое ощущение как будто плакать хотелось мне а не ей почему-то она так спокойно отреагировала на это ну ребенок конечно не понимал куда я его забираю что его в приют увозят ну я встречаю эту маму до сих пор ну я не вижу на ней слез сожалений или о чем-то ребенка не вернули ей ребенка нет не вернули существует разные мамы видимо да скажите пожалуйста как ваши родные относятся к вашей работе они поддерживают мой супруг также работает сотрудником полиции поэтому конечно он меня во всем поддерживает и понимает даже если приходится возвращать возвращаться домой очень поздно вопросов допустим почему так поздно у нас не бывает а также дети конечно меня поддерживают младшая дочь вот ей 4 года она тоже говорит я буду полицейским поэтому стараются меня поддерживать они понимают что работа тяжелая я сама ее выбрала ни о чем конечно не жалею мне она очень нравится а это хорошо когда супруг и супруга вместе работают на одной работе так скажем оба полицейские это хорошо как вы считаете это помогает друг другу или сближает или разводит я считаю когда оба супруга работают в одной сфере допустим как мы это наоборот очень сближает потому что мы даже по работе другу даем советы или как что-то какие-то темы обсуждаем это конечно сближает я говорю что еще раз скажу что бывает что поздно возвращаемся и он и я и поэтому вопросов не возникает а наоборот мы стараемся понимаем друг друга также дети конечно наши понимаем что мама папа приходит поздно у вас большая семья у нас у меня двое детей две дочери 10 лет и 4 года они в основном конечно сами дома остаются одни рано взрослеют так скажем дети сотрудников полиции потому что приходится делать все самим и уроки что-то там еще по дому поэтому родители сестры братья племянники племянницы конечно семья большая то есть получается вы о чужих детях заботитесь и отдаете им больше времени чем своим да не возникало чувство вины ну конечно возникает чувство вины когда я знаю что я другим детям уделяю больше внимания до своих внимания конечно я стараюсь это компенсировать все свое свободное время я провожу только с ними с детьми в семье поэтому стараешься больше заботиться о них а как вы считаете что важнее для женщины семья или работа я считаю что для каждой женщины важнее должно быть важнее эта семья и для меня это не исключение конечно для меня очень важна моя семья работа это тоже немаловажно но она наверно на втором месте после семьи а чем вы занимаетесь свободно от работы время свободно от работы время ну я со своей семьей конечно стараюсь проводить это время где-то на прогулках либо выезжаем на природу либо на дачу а какие-то увлечения свои внутренние душевные есть у меня есть увлечение что я люблю стихи надо писать свободно от работы время конечно его бывает немного но все же и старшая дочь тоже со мной мы вместе что-нибудь сочиняем она говорит мам послушай как тебе нравится или нет я говорю да вот здесь подправила она говорит я тоже об этом думала ну что-то вот такое то есть все-таки внутри у вас сидит такое творческое начало не такой жесткий полицейский а все-таки женщина с творческим началом да ну возможно да назовите пожалуйста три приоритета в вашей жизни первое это наверное моя семья мои близкие дом очаг и моя работа которую я очень люблю и отдаю ей все свободное время скажем так спасибо вам большое что вы сегодня пришли к нам в гости хотелось бы вам преподнести такой букет цветов чтобы вы оставались всегда такой женственной даже при условии что у вас такая серьезная работа спасибо вам спасибо большое